Новую карточку вида на жительство можно получить, не посещая отделение миграционной службы через сайт EnterFinland. Это дешевле и удобнее. Также обратите внимание, что подача заявлений на получение новой карточки вида на жительство отличается от подачи заявлений на продление вида на жительство. В мае и летом 2024 года город Хельсинки организует спортивные мероприятия с инструктором для детей, взрослых и пожилых людей. Регистрация начнется 9 апреля во вторник. Ссылки на подробную информацию и регистрацию вы найдете в описании к видео. Организация Элекляйсит Рю приглашает 11 апреля участников серебряного возраста на бесплатные занятия по рисованию. Навыков рисования не требуется, материалы предоставляются. Подробности вы видите на экране. Ассоциация СВК Ли Торю приглашает на курс специалистов, которые недавно переехали и получили образование психолога за пределами Финляндии. Курс «Как реализоваться психологу в Финляндии» пройдет в мае 2024 года. Ссылка на подробности и регистрацию в описании к видео. Приглашаем вас на встречу, посвященную родительству в эмиграции, где спикеры из Диакония АМКО поделятся с вами информацией о том, куда можно сходить с ребенком, где и как искать нужную информацию, и ответить на ваши вопросы. Лекция на финском языке с синхронным переводом на русский. Можно прийти с детьми. День магии снова в библиотеке ООДИ. Семьи с детьми ждут удивительные приключения в мире фей и троллей. В среду, 10 апреля, с 17 до 20 часов. Вход свободный. Мероприятие на русском языке. Добро пожаловать! Больше информации читайте в нашей группе в Фейсбуке русскоязычной Финляндии. Всем хороших выходных!